Икона с изображением святителя Алексея Митрополита Московского в житии Она просто огромна. Она в высоту почти 2,5 метра. Была она написана в конце XVIII-начале XIX века для церкви Рождества Христова на Рогожском кладбище. Кем написано? Это неизвестно, потому что, к сожалению, документы от того времени не сохранились. Но исследователи считают, что это работа палевских мастеров, которые были приглашены старообрядцами Сарагорского кладбища для оформления их интерьеров. Это очень интересно, поскольку палешане были прихожанами официальной церкви. Там старообрядцев не было, ну или практически не было. Тем не менее, старообрядцы-поповцы пригласили этих мастеров, потому что знали, именно палешане сохранили те традиции, которые старообрядцам нравились и которые возможно возродить. Выдающийся искусствовед Анатолий Васильевич Бакушинский, который сам родился не так далеко от Палиха, он писал, и совершенно справедливо, что вся палехская иконопись выросла на старообрядческих заказах. И он совершенно прав, потому что в XVIII веке палешане писали на потребу в основном такие достаточно лихие барочные образа, стараясь как-то примениться к светской живописи, к тогдашней моде. Старообрядцы придавали огромное значение не только традиции, но еще и красоте. Они были ценителями и знатоками и требовали максимально высокого качества. Поэтому палешане это качество им обеспечили. В начале XIX века в Москве проживало около 30 палехских семейств. Они были крепостными бутерлиных и их отпускали на заработки в Москву и другие города. Зарабатывали они, конечно, там весьма неплохо. И, очевидно, вот именно такие московские палешане писали, по крайней мере, некоторые иконы из Рогожского храма. И действительно, они красивы с любой точки зрения. Их лики очень светлые. И это полностью противоречит таким обыденным представлениям о том, что у старообрядцев это все темное, страшное. На самом деле лики просветленные, потому что ведь эти святые, они и при жизни были просветлены духом святым. А уж тем более, они просветлены, когда находятся на небесах. И то, что располагается вокруг, вот это вот житие с многочисленными затейливо изукрашенными палатами, это, конечно, нереальная архитектура. Это некое представление, опять-таки, об идеале. Ну, нельзя сказать о рае, поскольку, естественно, изображаются земные события из биографии святителя Алексея. Тут и князь Дмитрий Донской присутствует на некоторых клеймах. Но старообрядцы очень четко ощущали, что мир иконы – это не обычный реальный земной мир, это нечто иное. И вот как раз это иное, эту инаковость они и воплощали в своих произведениях. Субтитры создавал DimaTorzok